Ведомственный контроль. Краевой Минтранс намерен курировать проекты дорожных работ, стоимость которых превышает 50 миллионов рублей. Чистый убыток вырос более чем на четверть. Мотоверихинские заводы подвели промежуточные итоги работы в первом квартале года. Больше всего получит Свердловский район на благоустройство дворов в Перми. В этом году будет направлено более двух сотен миллионов рублей. Эфир РБК продолжает новости при Каме. В студии Рустам Багизов. Здравствуйте. Краевой Минтранс намерен курировать проекты дорожных работ в муниципалитетах, стоимость которых превышает 50 миллионов рублей. Об этом сегодня заявил руководитель профильного министерства на совете глав муниципальных образований. По словам Николая Уханова, согласование Министерством проектно-сметной, технической и конкурсной документации на дорожные объекты муниципалитетов позволит на ранней стадии исключить ошибки в их составлении, а значит и дальнейшие корректировки проектов и дополнительного финансирования. Почти 50% документов на предоставление субсидий, подготовленные территориями края, ведомству приходится исправлять и дорабатывать. Зачастую отсутствует контроль со стороны заказчика за ходом как разработки документации, так и работ на объектах, из-за чего зачастую страдает качество строительства и ремонта дорог. Все муниципалитеты практически зашли в конкурсные процедуры. Торги объявлены по всем объектам. Половина объектов, которые готовятся к реализации, уже законтрактованы, есть подрядчики. Соответственно, стоит задача завершить эту работу. Ну, это, что называется, максимум следующая неделя. На сегодняшний день из более чем 4 миллиардов рублей, выделенных муниципальным образованием на дороге, заключено контракт с подрядчиками на 1 миллиард 700 миллионов. Еще на 2,5 миллиарда находятся в конкурсных процедурах. Завершить их планируется до конца мая. По итогам первого квартала года мотовилихинские заводы показали спад практически во всех основных финпоказателях. Компания опубликовала промежуточные результаты деятельности. За три месяца года выручка компании снизилась на 14%. Если в первом квартале 2016-го мотовилиха выручила почти 2 миллиарда рублей, то за три месяца этого года 1 миллиард 700 миллионов. При этом спад на внутреннем рынке достиг всего 4%, а вот выручка от экспорта снизилась в 9 раз до 17 миллионов рублей. При этом прибыль от продаж в первом квартале 2016-го составляла полмиллиона рублей, а в первом квартале 2017-го показатель уже ушел в убыток. Он составил почти 160 миллионов. В итоге чистый убыток компании вырос на четверть и достиг почти полумиллиарда рублей. Ранее телеканал РБК уже сообщал, что полный финансовый аудит, а также инвентаризация участков в мотовилихе намерен провести рост тех. Кроме того, госкорпорация может оказывать финансовую и нефинансовую поддержку в рамках специальной рабочей группы по развитию мотовилихи, которую создали в Прикаме. На базе пермского предприятия также может быть создан индустриальный парк. На благоустройство дворовых территорий в Перме в этом году будет направлено почти 235 миллионов рублей. О старте работ по программе формирования современной городской среды на пленарном заседании Думы рассказали представители городадминистрации. Всего на реализацию из бюджетов различного уровня будет направлено почти 400 миллионов рублей. Из них 160 пойдут на продолжение реконструкции. Набережны Камы. Заключение контракта с подрядчиком планируется в июне. В программу по благоустройству дворовых территорий включены объекты от более чем 300 многоквартирных домов. Почти 235 миллионов будут распределены по районам в зависимости от численности населения. Наибольшую сумму 49 миллионов получит Свердловский район, меньше всего Ленинский 12 миллионов. 15 мая планируется подписание документов с краевой администрацией о перечислении средств из бюджета региона и федерации. Распределение субсидий по территориальным органам должно завершиться до 1 июня. Городская прокуратура не исключает, что на основе материалов проверки замороженного строительства домов группы компании «Классик» может быть возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня заявил глава ведомства в ходе доклада в Гордуме. По словам Андрея Назарова, ситуация серьезная. В рамках проверки, к которой подключились разные ведомства, куда с многочисленными жалобами обратились дольщики, сейчас определяется процент завершения строительства на каждом объекте и суммы, необходимые для достройки, также количество пострадавших граждан. По предварительным данным, их около 3 тысяч. Компания «Классик» застройщик жилых комплексов «Триумф-квартал-2» на Карпинске, во второй очереди «Триумф-квартал-2» на Рязанской, также компаунда «Живага» на Уинской и дома «Пермские высоты» на улице Кузнецкой. Сейчас, по сообщениям самих пайщиков, строительство на нескольких площадках приостановлено. 4 мая в Краевом арбитражном суде будут рассматриваться банкротные иски ЖСК «Триумф-квартал-2». На этом пока все. Оставайтесь на телеканале РБК и до встречи через час. РБК «Перм» Рекурс. Фермерские продукты. Рывок в масс-сегмент. Сегодня в 19.35. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова